Доброй ночи, друзья мои. За этот год мы очень хорошо узнали, кто такие предатели. Предатели политики, которые предали интересы своей страны, предатели чиновники, которые принимали законы вопреки ее интересам, предатели военные, которые бросили оружие и ушли. Но были люди, которые пожертвовали всем, своими делами, своими интересами. Были и есть эти люди. Некоторые даже уже пожертвовали своей жизнью для того, чтобы защитить Украину. Эти люди называются волонтеры. И сегодня у нас в гостях один из них – это волонтер и музыкант Тарас Топов. Вокалист украинской группы Антетила. Десять лет учился играть на скрипке, четыре года пел в хоре. В Ватикане его пение слушал Папа Римский Иоанн II. Окончил Академию МВД. Творческую деятельность начал еще в школе. Потом в вузе. В итоге бросил все другие занятия и полностью отдался группе. Сегодня Антетила выпустили три альбома. С момента войны на Востоке регулярно ездит в зону АТО. Привозит украинским бойцам бронежилеты, миноискатели, форму, медикаменты. Вместе со своим коллективом собрал для воинов АТО более пяти миллионов гривен. Женат на певицы Алеша. Воспитывает сына. Тарас Тополя. В программе Наталья Влащенко «Люди». Здравствуйте, Тарас. Ничего, что я так пафосно вас представила. На самом деле, мне вообще, честно говоря, волонтеры представляются святыми людьми. Потому что, ну, на самом деле, я знаю, мне очень много знакомых среди них, люди, которые занимались бизнесом, которые там занимались творчеством еще. Они просто поставили крест на этом все и начали заниматься волонтерской деятельностью. Очень часто, вопреки и интересам своей жизни, и интересам своей семьи. Поэтому это, конечно, очень круто. А я знаю, что вы практически с самого начала, с Крыма еще занимаетесь волонтерской деятельностью. А как это случилось? Слушай, вот есть же нормальная жизнь, да? Каждый день нужно к девяти ехать в студию или к десяти. Там, вот, возить ребенка в садик. Ну, это условно. Говорю, еще что-то, еще что-то. Ну, начнем с ребенка. Да. Волонтерская деятельность, помощь украинским регулярным войскам началась в июне. В конце мая, например. Волонтерская деятельность, помощь переселенцам из Крыма, она называлась «Эвакуация Крым», наша инициатива, она началась в марте. Началась она по одной простой причине, из-за детей. У меня есть ребенок. Маленький ребенок, ему почти два года, но в то время он был еще меньше, конечно. Вот. Я очень трепетно отношусь к своему ребенку, вообще, в принципе, к детям. Я считаю, что менять мир, в принципе, нужно начинать с детей. И я почему-то себе, глядя на своего романа, представил, что такие же дети с мамами, с родителями находятся в Крыму. И на тот момент информационное поле было настолько насыщено агрессией, и казалось, что вот-вот начнется открытое противостояние, стычки огневые. И в один момент я понял, что времени нет. Нужно делать что-то. Мужики, они в Африке мужики, они разберутся там. То есть мы здесь, они там, но остаются дети и женщины, которые в случае чего не смогут эвакуироваться из зоны боевых действий. И мы начали делать инициативу эвакуации Крыма. Она заключалась в том, чтобы сделать опорные пункты в Херсонской области. Наши люди были в Крыму. И в момент часа чей, если бы он настал, когда бы перегружено было бы железнодорожное сообщение, то есть, в принципе, все понимали, по какому каналу будет идти поток людей основной, как бы там вариантов немного. И вот в этот момент встретить их, обогреть, накормить и транспортировать на материковую Украину. В этом заключалась инициатива эвакуации Крыма. То есть она была создана для того, чтобы в случае обострения серьезных боевых действий оперативно реагировать на потребности гражданского населения. К счастью, такого не случилось. И мы на своих порах, в том числе благодаря деньгам Данилы Яневского, который на тот момент нам помогал финансово, тоже со своей карточки благотворительной. Вот мы собирали финансы и помогали транспортировать украинских военных оттуда. Я не могу удержаться, чтобы не задать ему один вопрос, который очень часто звучит, и, наверное, будет еще долго звучать, потому что всех он мучает. Вот вы хорошо знаете ситуацию в Крыму на тот момент. Как вы считаете, вот ваше частное мнение, можно было удержать Крым, если захотеть? Это сугубо мое мнение. Я не обладаю... Я понимаю, но просто исходя из того, что вы знали тогда и видели в Крыму. Вот я же говорю, сугубо ваше частное мнение. Та информация, которая есть у меня, десантники были готовы идти в бой. Очень много украинских военных было готово сражаться и защищать. Но то, что мы увидели позже, такое же еще большее количество готовых людей пошло защищать Донбасс от шепаратистов. Но здесь подвела уже государственная машина, техника, и, по сути, не было чем защищать. Поэтому говорить 100%, что да, нужно было отдавать команду и идти в бой, если и нужно было, то это нужно было делать превентивно. Мы везде постоянно опаздываем. В какой-то момент уже это цепную реакцию было не вернуть. Когда там появились вежливые люди, когда очередной десяток раз грузы армейские пересекли Керченскую погранзаставу, когда там уже началась абсолютно спланированная операция по захвату Крыма, нам не было что поставить в противовес. Это однозначно. Но это не умаляет абсолютно нежелания и отсутствие политической воли со стороны государства действительно сражаться за этот кусок суши. Тарас, вы бываете на Востоке, я знаю, что вы там много работаете. И я хочу вас спросить, насколько, с вашей точки зрения, телевизорная картинка, я тоже что-то рассказываю по телевизору, совпадает с реальным положением вещей сейчас? Тенденциозно совпадает. То есть, по большей части, в основном, да? Что вы имеете в виду, когда говорите тенденциозно? Ну, то есть, когда у нас информационная политика направлена на защиту нашего государства, то каналы имеют право подавать информацию, не лгать, а именно подавать информацию в тех дозах, в которых это нужно, и в том формате, в котором это минимально сеет панику для населения. Это и происходит. Некоторые перегибают. То есть, у нас есть два полюса. Есть русская сторона, русская пробмашина и украинская сторона, которая в попытках как бы удержать народу. Ну, Россия занимается откровенной пропагандой. Пропагандой. У нас некоторые СМИ, к сожалению, их очень много, занимаются также откровенной пропагандой. Да, цель другая. Защитить государство. Но иногда перегибают палку. Поэтому я и говорю, тенденциозно. То есть, в целом, вот, тенденция к хорошему, объективному, к хорошей объективной подаче фактов, она сохраняется. Но вот эксцесс исполнителя, он остается. Поэтому так важны и так интересны свидетельства таких людей, как вы, которые там в СМИ бывают и которые могут рассказать, как на самом деле все происходит. Ну, я тут же не могу рассказать, как на самом деле все происходит, потому что ситуация на фронте меняется молниеносно, с каждой секундой. То есть, это динамика. Это огромная динамика. Только приходит новый очередной груз боеприпасов и военной техники, начинается эскалация. И если мы говорим, что у нас в 8 утра появляется информация, что там сепаратисты захватили какой-то блокпост, то там через полчаса она может абсолютно поменяться в другую сторону. А с какой-то стороны идет информация, что там позиции утеряны, украинские военные отошли. Но это процесс какой-то операции, которая через некоторое время нам показывает, что все было сделано правильно и через два шага мы выиграли. Поэтому... Ну, я вам не хочу задавать вопросы по оперативным действиям, потому что я понимаю, что это глупо и действительно ситуация все время меняется. Я вам задам вопросы какие-то, может быть, более такие концептуальные, глубокие, которые интересны зрителю. Но вот как, с вашей точки зрения, за эти месяцы, ну там уже сколько там, 9 месяцев, 8 месяцев, поменялись настроения местного населения, которые, да, постоянно оттуда выезжают, но тоже большая часть людей там остается. Насколько... Потому что сначала это же были, знаете, такие вещи, когда все себе... Никто не представлялся, что может быть война. Никто не представлялся, что бизнес будет разрушен. Все думали, что это хи-хи-ха-ха. Никто не представлялся планов Путина. И поэтому очень много людей там, да, как бы, ждало, что придет Россия, что там еще что-то. Поменялось ли сейчас это? Я не вижу. И наоборот, настроение ухудшилось. Человеку, в принципе, свойственно сохранять мир в своем мире маленьком. И он за него готов сражаться, в большинстве с твоим. Да, есть категория людей, для которых там совесть, честь, справедливость выше, нежели личное богосостояние, но эти люди уже себя проявили давно, они уже на острие. В основном, то есть инерционная масса людей, которая, вот, гражданское население, им сделайте все, что угодно, прекратите войну. Они готовы на все. Им без разницы флаги, им без разницы политические силы, государство. Им на данный момент важно прекратить войну. Чтобы не стреляли. Чтобы не стреляли, чтобы люди не умирали. И чтобы было что поесть хотя бы. Но, давайте будем объективными. Это ведь ожидаемо. Конечно. И здесь я не хочу, как бы, не клеймить, не оправдывать никого, но когда есть голова на плечах, то, в принципе, еще месяца три назад можно было понять, что мешок дебальцевский будет замыкаться рано или поздно. Что оттуда нужно уезжать. Какими угодно. Не надо мне рассказывать, мне пытаются рассказать, что есть, как бы, категории людей, которые не могут выехать. За три месяца могут выехать все. За полгода можно даже устроиться и начать новую жизнь. Если ты понимаешь, к чему это все идет. Если ты не понимаешь, не хочешь понять. Или просто, ну, на самом деле, дико ненавидишь хунту, там, или, там, украинские власти. Но это ты выбрал сам такую судьбу. Потому что, что ведь эти обстоятельства поменять нельзя. То есть простой человек, он заложник этих обстоятельств. Он должен принимать решения и делать относительно своего анализа вот здесь. Поменять он ничего не может. Есть украинская сторона с украинскими войсками, заряженными на атаку. Есть сепаратисты, желающие добраться хотя бы до края территории Донбасса, Донецкой и Луганской области. И все понимают, что с этой стороны будет делаться все под руководством главного вожатого. И с этой стороны также будет сопротивление. Поэтому по всей территории, вот, стычки, по всей этой, как бы, веревке, да, этой полосе, в принципе, я не вижу смысла там сидеть. Не вижу смысла оставаться. И поэтому, когда мне говорят, что, ну, там же гуманитарная катастрофа. Ну, друзья, ну, это же очевидно было, что она там будет и три месяца назад. А вы общались когда-нибудь с людьми с той стороны, с теми, которые воюют? Доводилось ли вам где-нибудь там пересекаться с ними? Никогда не доводилось. Нет, доводилось, конечно, пересекаться до момента, когда люди взяли оружие в руки. А есть у вас вопрос? Ну, понятно, что там очень много наемников воюют, очень много бандитов, просто криминала тупого, которому платят деньги, он готов воевать на любой стороне. Но говорят, что есть часть, небольшая часть, но есть часть идейных. Чего хотят эти идейные? Что они хотят? Давайте... За что они сражаются? Давайте начнем с того, что и с той стороны выйдут абсолютно в простом мире вменяемые, адекватные люди, в большинстве своем. То есть, вот такое впечатление, что просто у одних перевернуты мозги и флип-флоп на 360. Вот такая зеркалка. Вот такая зеркалка. И есть везде идейные. И с нашей стороны, и со стороны сепаратистов. В простом, вот в обычной жизни, в быту, я более чем уверен, что со всех сторон есть люди с огромным сердцем, с большой душой. Да, война это борщ. Это борщ, в котором намешано все. И ложи, и предательства, и негодяи, и мошенники, и действительно люди с идей, полководцы и дезертиры. Там есть все с обеих сторон. И поэтому я бы не клеймил бы никого, например, как на Майдане говорили, вот США, там все проплачено, все не так. Не было такого. Была разная, разношерстная масса людей. Конечно, ядро было этой идейной. Но с той стороны же Россия реально поддерживает? Конечно же поддерживает. С той стороны Россия де-факто снабжает своим оружием, деньгами, боеприпасами. Если, например, для волонтеров и для тех людей, которые с этим соприкасались максимально плотно, это было понятно еще в конце весны, в начале июня, что это Россия. Вот сейчас это уже становится понятно и для спящей Европы, и для... А как Вы считаете, какой вариант наиболее, так сказать, возможен в сегодняшнем контексте? Военный вариант решения проблемы или вариант все-таки договариваться? Я думаю, что мы уже потеряли вариант договариваться. Вы так считаете? Ну, во-первых, давайте будем откровенными. Невысокий Киев решает, что делать завтра. А кто решает? Киев реагирует на вызовы. Он пытается лавировать между несколькими полюсами влияния. Россия, Европейский Союз и США. Киев не может принимать самостоятельное решение в силу нескольких обстоятельств. У нас нет финансовой базы. У нас нет военной мощи, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда одним рощерком или одним указом. И у нас очень сложная социальная и идеологическая составляющая этой войны. Поэтому без поддержки Европейского Союза и Америки мы обречены на проигрыш. Будет ли это поддержка? И это все понимают. И это все понимают. Она есть сейчас. Она идет на дипломатическом уровне. То есть... Но это уже недостаточно сегодня. Я бы сказал, что... Ну, без оружия как бы не выиграть ничего. У нас, насколько я понимаю, армия не модернизирована. Оружия в таких нужных объемах нет. Ну, давайте будем честными. Украина один из самых серьезных экспортеров оружия была всегда. Ну, то есть есть у нас оружие. У нас есть, особенно ПВО, у нас есть хорошее оружие. В прошлом разворованное было за 20 лет. Все, что хранилось на базах, оно не ездит. Ну, в общем, суть ничего. Мы вернемся к этому. Раз мы же не обсуждаем, почему его нет. Оно украдет, допустим. Но его же нет. Мы вернемся к решению. Как бы вы спросили, есть ли решение. Да. Высокий Киев единолично решить войну на Донбассе не может. По-моему, это всем уже понятно. То есть, мало того, Высокий Киев не может даже вести военное положение. Потому что, как только вводится военное положение, прекращаются экономические связи со страной. Это абсолютно другая реальность начинается. Поэтому и сейчас я не вижу, как этот конфликт можно решить. Мне кажется, точка невозврата уже пройдена. Мы стоим перед, на пороге великой континентальной войны. Это то, что я говорил еще после Майдана, когда началась только аннексия Крыма. Мы создали такой громадный разлом, ментальный, экономический, что избежать уже вот этого процесса, по которому мы катимся к большой войне, я не вижу, как это сделать. Насколько профессионально действуют украинские военные, с Вашей точки зрения? Я не могу оценивать, я не эксперт. Я могу оценивать действия, вещевое обеспечение, то есть тыл, как работает тыл. Как работает тыл? Поговорим об этом. Лучше уже. Работает лучше, потому что вирусом туда внедрились все-таки волонтеры. Это, к счастью, очень хорошая тенденция. И общество давит, мягко давит, уже не так, воровать уже сложнее стало. Ну, как минимум, разворовывать двигателя, танков и амуницию, которая должна идти на фронт, уже никто этого не делает. И да, есть проблемы со скоростью, с реакцией на вызовы, но уже лучше, конечно, однозначно. Самое большое, самое сильное впечатление Ваше вот за эти месяцы, что Вы ездите на восток-назад, на восток-назад. Что, впечатление от того, что я увидел там? Да, ну, человеческое, личностное, не знаю. Может быть, на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. Ну, потому что, понятно же, что... Я Вам скажу свое впечатление. Тарас, который был до этой войны, Тарас, который сейчас сидит в этом кресле, это два разных человека, наверное, все же. Ну, возможно. Мое впечатление, оно не связано с умозрительным каким-то восприятием. То, что я наблюдаю, я уже к этому привык, в принципе. Впечатление было на первых порах, когда ты приезжаешь, когда это было, там, уже это было понятно, что это не антитеррористическая операция, так что это уже, как бы, полномасштабные боевые действия, в которых используются не только силы, там, специальные силы СБУ, там, или МВД, использовалась армия уже, призывали абсолютно молодых зеленых пацанов, которыми мы общались, приезжали, тоже, там, под Марьинку, например, в Донецк. Покуроженные, разваленные от градов ЛЭПы, линии электропередач, и сидят на перекрестке, зарытые БТРы, значит, хлопцы в этих, в кукурузе и в подсолнуках, которых призвали каким образом? Придите на проверку в военкомат, они пришли, посадили в микроавтобус, говорит, я понял, что нас везут в учебку, да? Только когда священник начал микроавтобус хрестить, то есть, вот это меня поражало, то есть, это вызывало гнев. Но еще больше поражало, я уже об этом говорил часто, когда там идет война, а в Киеве праздная жизнь. Там идет, умирают люди, раненые, я знаю, что ты приезжаешь, общаешься с бойцом, через две недели уже приезжаешь к нему в госпиталь, потому что у него там, в лучшем случае, это увечья, которые можно вылечить, и человек останется трудоспособным, в худшем это оторванные ноги и руки. Контраст. Это при огромном коннекте современном, мы с помощью интернета связаны настолько, что, казалось бы, невозможно ограждать себя от этого информационного. Процентном соотношении, вот с вашей точки зрения, вот если взять общее число воюющих, сколько там процентного бранца, сколько профессиональной армии? Ну, это уже я не могу вам сказать. Мы в основном соприкасаемся с регулярными силами, я скажу, с профессиональной армией, с регулярными силами, то есть, командиры, однозначно, это контрактники, вот, были и сейчас есть. А в основном, как бы, солдаты рядовые, это пацаны, мужики и деды, там, разные чего-то, которых пособирали с сел, с городов, из семей повытягивали, из предприятий, и вот они туда пошли. Так вот, однозначно, что меня впечатляет, я всем нутром чувствую буквально пару дней назад, у меня такая, такая беспросветная какая-то вот пару дней депрессия, и грусть, и боль, и я просто ощущаю, как вся страна ее начинает испытывать. Пошла новая волна мобилизаций, начали умирать пацаны опять, и я это чувствую, и это ужасно, конечно. Что делать? Я не знаю, я уже это сказал, что делать что-то нужно, но уже безболезненно, и легко мы из этого не выберемся. В первую очередь, потому что раньше было не сделано, мы сами виноваты в этом, 20 лет мы ничего не делали. Вот, а во-вторых, потому что и в России, в Кремле не заинтересованы в прекращении этого конфликта. Вот, и я думаю, и в... А российское общество не подозревает, что оно будет воевать, насколько я понимаю? Российское общество? Наверное, тоже я не могу говорить за российское общество. Те люди, с которыми я общаюсь в России адекватно, и они понимают все. И то, это же насколько сложно, мы же все социальные существа, посмотреть телевизор, российской пропаганды, неделю, как бы это, болото этого попить через глаза и уши, то я думаю, что сложно устоять как бы с трезвым умом там. Там работает машина, Геббельс бы позавидовал. Тарас, вы музыкант, и я не знаю, а вообще как, вот хочется заниматься творчеством, когда такие вещи происходят? Сложно. Ну, вот песню выпустили. Клип в Донецком аэропорту вы сняли, да? Ну, не в Донецком аэропорту, просто там графика как бы немножко, вот. А в основном это песня и видеоклип, посвященный всем тем, кто на данный момент в борьбе за нашу идентичность, за нашу, в принципе, за нашу страну, за наш народ украинский. Для вас важно, чтобы это сохранилось? Территория? Да. Чтобы страна сохранилась, чтобы сохранилась нация. Потому что понятно, что если у нас сейчас заберут эту независимость, то, ну, как бы, судьба Украины. Я вам скажу, народ, можно сказать, это нация, украинский, его невозможно уничтожить. Просто невозможно. Это кровь, это гены, которые прорастут везде. Вот мы очень сильные. Но при этой силе мы очень добрый народ. И на нашей доброте, на нашей такой простодушии делают историю другие народы. Уничтожить нас невозможно. Да, можно покромсать нашу территорию, можно там загнать в этнические, там, в рамки этнических, ну, как бы, этнического проживания каких-то там групп народа. Да, я понимаю. Народа. Вот. Но уничтожить нас невозможно. И все понимают, когда ты с бойцами общаешься, там, что да, мы не выдержим прямого натиска. Еще же не начала работать авиация, вы обратите внимание. То есть, да, там украинцы полетали чуть-чуть, но Россия еще не запускала авиацию. Вот. То есть, все понимают, что даже если пойдет действительно открытая агрессия уже масштабная с русскими шевронами, а не так, как это сейчас происходит, из-под тяжка, то мы не выстоим. Мы не выстоим, и они возьмут столько, сколько они хотят взять. Но они не смогут удержать эту территорию. Для них Украина станет адом. Вот. И я не вижу для того же Путина какого-то военного решения этого вопроса. Это, если он и будет, это будет, мы скатимся просто в такой мрак, в такой тоталитаризм, что такого еще, наверное, мир не видывал. А я читала ваш твиттер, он такой философский дневник, на то, что я успела прочитать. И я обратила внимание вот на один из ваших там постов. Ответы на простые вопросы никогда не придут, если не готов дать... Отдать все. Отдать за этот ответ все. Как вы считаете, мы на этом этапе готовы отдать все за ответ на этот вопрос? На какого вопроса? Быть ли нам? На что мы готовы? Знаете, когда у меня был такой разговор в 2004-2005 году, когда случилась оранжевая революция, один там знакомый философ мне сказал, не будет у нас никакой свободы, пока мы не заплатим за нее крови. Я тогда посмеялась и не обратила внимания на его фразу, потому что мне показалось это диким вообще. В 21 веке зачем платить крови за свободу? Достаточно этого хотеть, выйти на площадь, прийти на рефиендуем, еще что-то. Я даже в страшном сне не могла себе представить. Вот сегодня, в 2014-м, с вашей точки зрения, мы готовы к ответу? Ну, я думаю, что он немножко не прав, потому что украинцы платят за свою свободу на протяжении всей истории очень большой кровью. Если посмотреть, наши столетия, наши истории, они все просто насквозь пропитаны этой кровью. Вопрос в том, выносим ли мы какие-то уроки с этого? Это вы имеете в виду тех, кто сидит в Киеве в ресторанах? Высокий Киев не готов. Высокий Киев не готов платить за нашу идентичность, за нашу свободу. Ну, это такая парадоксальная история, мы уже приближаемся к концу разговора. Ведь высокий Киев информирован лучше нас с вами, что происходит. Да, однозначно. Он видит вот эту шахматную доску целиком, в отличие от вас или меня. А неужели он не понимает степень опасности и для себя в том числе? А 50 тысяч мобилизаций, как вы думаете, понимает степень опасности Киев? Я думаю, понимает. Я думаю, Киев все прекрасно понимает. Вопрос готовности. Можно понимать, но не быть готовым. Не хотеть. Вы понимаете, человек, когда у тебя нечего терять, ты бросаешь все и идешь отстаивать свое, как бы, хотя бы, ну, ты готов работать. Знаете, как одно, если очень такой хороший пример, революционер. Пришел просить денег на революцию. Там, приехал на машине, на дорогом джипе. Вот. Жена у него там живет в большом пентхаусе. И ему не дали денег. Я знаю просто конкретный пример. Вот. Потому что, говорит, он не готов это терять. Он уже оброс жиром. Так вот, Киев не готов к радикальным действиям, в том числе, потому что мышление немного, купеческое мышление. Вы будете там до конца, ну, вот, ездить на восток? Или в какой-то момент, если будет очень опасно, вы заберете ребенка и уедете из страны? Понимаете, просто, чтобы выиграть эту войну, нужно быть отчаянным. Таких людей очень мало сейчас. Общество, в принципе, они готовы еще к войне и к действительно борьбе кровавой за свою идентичность. То есть, нужна ли она тоже вопрос? Это борьба в современном мире. А вы как думаете? Евреям, например, нужна. Вы сейчас можете по формату задать мне вопрос, если хотите. Да, не знаю. Когда это закончится, как вы думаете? Я не знаю. Я бы многое дала человеку, которым я бы могла ответить на этот вопрос. Для меня это сегодня один из самых важных вопросов, которые, наверное, вообще стоят передо мной. Что ж, друзья мои, ну, какой-то не очень веселый разговор у нас получился, так сказать, сегодня вечером. Но, на самом деле, я думаю, что это очень важный разговор, потому что сегодня любой честный разговор, это, наверное, золото. Потому что сегодня для каждого из нас стоит вопрос. Мы на этой или на той стороне, так сказать, улицы. И насколько мы готовы отстаивать судьбу наших детей и судьбу этой страны, судьбу Украины. С нами сегодня, напоминаю, что сегодня с нами был волонтер и музыкант Тарас Тополя. Вам спокойной ночи. И я надеюсь, что все остальные наши ночи тоже будут спокойны. Спасибо большое. Спасибо.